Всем привет! Ну что, пришла моя колода, колоды, потому что здесь две колоды, которые я ждала. И это Тару Лабиринта, ну или это Тару Амбера. Но уже в... Ну это как бы переиздание, но не переиздание, потому что переиздавать Тару Амбера нельзя. И вот так придумали, сделали. И ну как бы это меня очень... Вообще вот эта красота. Вот эта красота. Я очень люблю художественный стиль и рисовку. Ну как бы меня просто умиляет. Очень красиво. Так, давайте я еще не открывала. Ну и аккуратненько тут с вами сейчас. Я просто покажу вам. Очень сложно было, потому что сейчас доставка за рубежа. Ну как бы не доставляют, не хотят, противятся, не уболтаешь. Ну как-то так. А тут слава, 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 слава вышла. Очень интересно, очень красиво. Ну как бы пришла упакована. Сейчас вот такая покажу. Видите, как интересно. И еще большая коробка. Такое, видно, бдят за свою работу. Вот как-то... Ой, вот это я уже закрыла. Так, вот так было. Там такое место для коробочки. Вот. Он прям как... Прям как... Вот. Так. Есть. Есть красотень. Здесь вообще и Дворкин видно. Здесь, наверное, Корвин. Вот. Как-то... Тут что ли Бенедикт или... Ну как-то так. Сейчас посмотрим. Ой, как красиво. Как красиво. Я не знаю, все не попадает, наверное. Ну вот так. Так. Так, что у нас здесь? Дополнительные рисунки. Боже, какая красота. Это книга. Сейчас. Это я понимаю. Знаете как? У меня уже есть колоды, где рисунок складывается в одну большую картину. И здесь, скорее всего, ну прям показано. Один рисунок и как его разделяют вот на карты. Очень красиво. Так. Что здесь написано у нас? Маг Фортуна. Сейчас посмотрим. Нулевой. Повешенный. Ух ты. Книга внушительная. А ну-ка. Сейчас пока к картам доберемся. Надеюсь. Ну как-то сейчас. Красотень. Книга у нас внушительная. Астрология. Подождите. Здесь выходит... Это, наверное, для другой колоды. Для другой. Астрология. Минералы здесь. Да, это уже значение Медуза. Это для другой. То есть вторая колода, насколько я смотрела, вторая колода там греческие герои. А первая колода, она, в принципе, почти, ну, то же самое. Немножечко усовершенствованная. Да. Вот она должна быть Фиона. А здесь написано Королева Монет. Да. Король Монет. Просто как бы написи. Написи. Ну, как бы это Король, Королева. Боже, красотень. Но это надо пересмотреть. Сейчас посмотрим карты еще. Вот. По Марсельской системе здесь. По Марсельской. Ну, это, наверное, тоже показано, как сейчас, как они сделали карты. Мне просто интересно же. Так, так, так. Я знаю. Сейчас мы перейдем к колоде. Ну, вот. Красивейшие дома тут, что ли. Еще лабиринт в чем. Так, ладно. Посмотрим. Есть описание. Есть что, в принципе, посмотреть. Интересно. Хорошенько. Поехали дальше. Ну, что, свое мнение. Ну, как вам сказать. Лет это энное количество назад. Конечно же, Хроники Амбара. И, ну, так же, как другие интересные такие книги. Мистические, приключенческие. Вот этот мир фантастики. Мир мистики. Много-много-много лет назад это было одно. А сейчас, конечно, это совершенно другое. И восприятие совершенно другое. Сейчас у меня уже эти книги в пятикнижии. Вот у меня есть. Это пятикнижия Корвина. Тоже обалденно. Вот это я люблю. Такие листы. И пятикнижия Мерлина. У нас вот две, сделаны два тома, как бы. Потому что, потому что в каждой, в каждой есть рассказ о путешествии этого героя. Ну, в принципе, относиться можно по-разному. Говорю, каждый. Ой, есть любители-фанаты, а есть, которые вообще отвергают. Ну, все, как всегда. На цвет и вкус фаната нет. И на цвет и вкус фаната нет. Как-то интересно. Вот так. Фаната нет. Но. Колоду такую, конечно же, иметь очень-очень сильно хотелось. Где-то все-таки сдвинулась она, как шла. Поэтому, конечно, у меня есть свое мнение по поводу. Нет у меня вот такого. Да и, в принципе, не особенно-то и было. Какого-то такого, как вам сказать. Не то, что восхищения. Ладно, потому что это надо, в принципе, рассказывать свое некое видение самого этого романа, саги этой. Но дело в том, что если вдумываться и взрослеть, вдумываться и взрослеть, то наказ с возрастом или с пониманием или приходит понимание совершенно иных состояний. Вот последний раз, когда я, ну, как бы, хотела читать. Ну, как вам сказать. Хотела читать, потом не хотела читать. Можно сказать. Потом все-таки еще раз перечитала. Но у меня возникал один вопрос. Железный, он, вот, экранизацию, что все, ну, как бы, ждут. И вот, если бы ее там немножечко не притормозили, было бы интересно, так же, как и Властелин колец. Но у меня был всегда вопрос. Ну, как всегда. Особенно вот, вот, когда повзрослели. Это спустили железную информацию. Он понимал, о чем он вообще рассказал, скажем так. Или просто, или просто написал. Здесь есть очень глубокие подслои. Есть. Но их еще, ну, наверное, будут открывать. Я еще не видела. Не видела нигде. Может быть, есть. Но я не встречала конкретно, конкретно информацию о том, вот, как я вижу, скажем, скажем так. Но не встречала. Может быть, может быть. Особенно мне нравится, вот, в последнем, боже, единорог. Это про матерь, в принципе. Про матерь Амбера. Амбер. Амбера. Амбер. Ну, вот как-то, как-то так. Ситуация рождения мира, в принципе, описан, описывается. Рождение миров между мирами. Очень интересно, по-моему. Если я не ошибаюсь, это уже путешествие Мерлина. Это сын Корвина, я сказала, по-моему. По-моему, девятая глава, какой-то там. Ой, девятая книга. Девятая книга, какая-то там глава, не помню. В книге. Где-то посередине. Мне нравится, когда он попал между мирами. Вот это состояние, потому что оно очень интересно описано. И, ну, как бы это... Ну, есть, есть. И есть на что обратить внимание. Есть. Так, ладно. Давайте посмотрим эту... Боже, она уже... Нет, хорошее качество. Не могу говорить тут как-то. Нравится мне. Нравится. Давайте вот так я положу. В марсельской системе я уже сказала вам здесь, что меня очень сильно устраивает. Я обожаю, люблю марсельскую. Так, подождите минуточку. Вот. Видите, какая красотень. Так, чтобы я не вышла из кадра, вот это у нас нулевой путешественник. Змея, которая вместо собачки его закусает за ногу или обвивает. Большая ложка у него. Котомка на ложке. Ложка за грибушка. Скорее всего, так. Очень интересно. Маг. Маг-волшебник. Чередей, можно сказать. Стол с тремя ножками. Его шляпа. Люминеската. Ну, вот. Да, видно. Красивенько. Красивенько. Так, жрица. Такая вся. Дымящаяся. Благовония. Здесь нарисованная. Там тоже такое интересное. Шапка у нее такая. Ну, как бы. Я стараюсь все не уйти. Потому что мне интересно будет разглядывать. Как бы, конечно, тоже уже вблизи. Колосья какие. Вот. Вот. Символ праматери. Единорожиц. Единорожица. Потому что... А, боже. Ну, вот. Сказала. Это у нас рубашка, конечно. И с этим символом амбера. Император. Сидящий на троне. В виде замок. Вот этот его. Вдалеке. Который мог просто просматриваться. То есть, из... Это дворы порядка. И дворы хаоса. Которые потом... Ну, как бы. Соперничали между собой. Большущий жрец. Иерофант. Маленькие люди здесь такие. Судьба тоже, как бы, интересна. Потому что, видите, здесь спрятана. Но рука-то побольше. Вот. Вот он. И рука... Ну, как бы. Видно, что подводят. Видно, что подводят. Ну, подходят. Классическая. По-марсельскому. Влюбленная. Только здесь не ангел. Здесь такие, как Фейри. Как стрекоза, что ли. Это амур. Амур стрекоза. Ну, как-то так. Интересно. Так, что здесь? На колеснице у нас... Ой, кони запряженные. Запряженные кони. Серый. Синий, красный. Но кони у нас с этими... С морскими хвостами. Ну, как-то так. Да. Это... Как в этом... Марсельском. Справедливость у нас восьмая. Отшельник. Со своим... Песоч... Со своими песочными часами. Вот здесь время. Время дано на поиск. Колесо фортуны. Тоже, в принципе, отсылает к произведению. Колесо, которое меняло ход времени. Вообще, вообще, я бы не говорила, вот все привязаны, привязаны карты Таро. Не там, не столько карты Таро. Карты там игра... Там не рассказывается о том, что вы не поймете, как карты, как карты. Это свои... Как игровую систему или как гадательную систему. Это как инструмент. Карты, которые нарисовал Дворкин. Потом мы дойдем. Тоже мне просто интересно, почему Дворкина нарисовали. Ну, видение художника. Скорее всего, так. В ПЖ. Ну, мы дойдем. Через карты, да, можно было это как портал, проход, перемещаться, менять пространство. Но вот это карты были как инструмент. Изображение 15 сыновей и самого этого Аберона, как бы родителя. на фигурных картах. Итак, сила у нас здесь с единорогом. Тоже естественная шляпа в форме люминескаты. Повешенный. отдать долги. Карта без названия, как в Марсельском Таро. Смертушка ходит по головам. Вот такие. Это немножечко, как бы тоже, другие миры показаны. Один мир и другой мир. Потому что здесь уже умеренность в свою воду льет совершенно другим, в другом мире. Мире янтаря. Так. 15. Все как всегда. Очень хорошо изображен. Но я немножечко так подальше прикрою. Давайте башенкой мы его прикроем. Тут звезда, я уже думаю. Потому что ну двуполое существо очень хорошо прорисовано так как надо. Башенка тут. И звезда тоже. Давайте. Тут хотя бы ребеночек. Звездочка такая, которая с синими волосами. Тут вполне классический вариант. Луна. Луна. Тут и как я понимаю мир теней. Любой из ну скорее всего земля. И замки Амбера. Так. Ну или возможно нет. Надо почитать. Солнышко с производной с Пентаклем тут. с производным на землю рождение как действительно как чудо как ребенка. Карта высшего суда. Очень интересно тоже. Так. Подождите. Я забыла, что я увеличила. Карта высшего суда. Мне просто интересно поднять тоже посмотреть. Дыхание тут такое, которое в принципе ну как бы дает отсыл. дыхание вселенной. Сама вселенная, которая выходит из ну как бы здесь вопрос космоса. Может быть портал прохождения. Так. Туз Жезлов. Очень красивый туз Жезлов. Здесь скорее всего лето обозначено. потому что маки колосья. Так. Здесь без прорисовок. Вот что мне нравится. Белое такое полотно. Просто я очень люблю вот такие скромные прорисовки. Назовем их так. Но это они очень шикарные. Сейчас мы придем. И вот он первый у нас идет этот Валет Паш Паш Жезлов. Я уже не помню. Это было давно когда я смотрела колоду. Надо пересмотреть. По-моему Бенедикт должен был быть на короле. Если я не ошибаюсь. может быть сейчас я уже ошибаюсь. Нет Корвин. Да Боже что мой Король Жезлов. Конечно же Корвин. забыла. Так не помню кто героев надо будет пересмотреть. Еще кто потому что здесь есть обозначение кого рисовали. Вот Корвин. я вспомнила он опирался на свой шест на свой вот этот жезл а жезл ему как бы дало вот это дерево живое дерево дерево мира можно сказать и неси его в новые ну как бы там где-то его поставишь там оно и даст новый мир и Корвин как бы опирался на это на этот шест на этот жезл вот тут по-моему хуги ворон который с ним немного его сопровождал допекая как это донимая вот как-то так Корвин вот интересно с его серебряной ну тут правда не совсем черно тут фиолетовый плащ серебряной розой ну вот как-то потом посмотрю ну в принципе уже когда рассматриваешь оно уже не столь важно не столь важно ну как бы там там же не смотришь расклады героев но все равно интересно вот он туз тоже тузы прорисованы очень красивые так тут надо выбрать ну как бы тоже без немножечко другие цветы красивые очень красивые эти чаши и тут не это по-моему не блэйз тоже уже не помню королева кто кто у нас был поэтому надо будет посмотреть поинтересоваться вот героями потому что совершенно не помню кого изобразили и так что у нас туз монет очень интересный туз монет прорисовка и определенная ну как бы герб тоже соединение двух миров на динаир бренд по-моему на паже кажется бренд это сын боже что мой немного тоже подзабыла уже ладно это не столь важно фиона да я говорила на это а вот туз мечей на мечевых красивый туз мечей давайте потому что опять надо будет и вот тут вот тут кажется вот он дворкин и вот я не понимаю почему но реально не понимаю немножечко концепцию колоды почему подождите а где нет все таки бен 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 не дикт куда его оберон лавелла по-моему а куда кто тоже старший сын старший сын этого ну ладно это тоже как бы я уже потом посмотрю еще раз рассмотрю ну вот почему дворкина запихнули в пожар мечей дворкин который ну как бы как бы полусумасшедший но там и не пахло никаким сумасшествием это грань между мирами между гениальности и безумия дворкин который придумал сам лабиринт дворкин из которого в принципе создал создал он все придумал он создал и вообще дворкин должен быть этим боже как его дедушкой дедушкой то есть отцом оберона и этим дедушкой корвина и зачем его вольта когда в принципе от него все и пошло ну может быть именно так подразумевалось тогда уже в туз в туз его надо было туз мечей но это ладно это мое видение вот это одна колода ну наверное уже я не знаю кто досмотрит потому что мне интересно как бы самой посмотрите это долго так и вторая давайте посмотрим качество мне нравится боже на этом как его где 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 книгу я положила на сайте по моему где это вот вот на этом сайте где оно больше показываю забыла вот он вот этот сайт смотрю чтобы попасть можно заказать в случае чего есть попала попала по моему боже то то и я это самое придвинула вот забыла сказать и еще одна дополнительная колода которую надо в принципе посмотреть в книге но это тоже как ариадна скорее всего скорее всего скорее всего соответствие жрицы тисей ну как я понимаю минотавр почти лабиринт давай ой я же опять вышла боже что мой вот придвинула давайте вот так хотела чтобы вам лучше было но я думаю здесь такое вот тоже как будет соответствие некая я так по чуть-чуть вам покажу потому что там тоже так прорисованный сфинкс интересно тут наверное надо будет думать это скорее всего повешенный ну не знаю надо будет прочесть что медуза наверное наверное может быть и нет 15 может быть нет а может цербер в 15 мы не знаю ну вот тут свои герои хорон скорее всего отшельник морфей не знаю куда влюбленная наверное надо будет подумать вот или просто дополнительная просто дополнительные так заберем женщину с грудью вот я так прохожу потом естественно мне надо будет пора боже какая красота поработать посмотреть как они какая красота космический лабиринт ничего себе лабиринт такие тут уже тут уже тут уже просто обалденная я не знаю но это как это как нулевой что ли скорее всего все обалденная прорисовка художница флоренс магнин наверное или магнин ну очень красиво а тут уже более такие они как бы там цветочки тут какие-то снежинки о два три три прорисовано три дерева на троечке тут уже нету прорисовок а это а на семерочке тоже есть прорисовочка вот интересно вот так и тут нету и на десяточке выходит есть прорисовочка прорастание что ли очень интересно просто мне очень интересно как они будут работать подождите а где а где пажик вот есть пажик а то я думала уже рыцаря где пажик есть пажик тоже как-то очень интересно но не знаю мне 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 очень нравится до безумия какой король ой король какой король да класс ну уже нау у этого корена ну это это совершенно скорее всего я думаю колоду надо отдельно или в дополнение работать ну потому что здесь если даже вот я их только открыла еще не запуская энергии вот для меня энергии в прорисовке когда художник давала рисовку они другие 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 вот одна книга и совершенно другая книга тоже тройки наверное тройки прорисованы ух ты интересно так семерка кубков вот тут вот тут да судя по всему нет тройка семерка да да тройка семерка и десятки здесь прорисованы ой какая красивая дерево выросло тоже рыцарь сначала идет потом паш королева кубков такая водная король с таким у короля более хвост интересный да а вот этой королеве уже интересно 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 как будет проигрываться просто очень интересно поработать так король кубков у нас что монеты пошли двоечка тут такая планетарная система троечка тоже что будут планетарные системы что ли новые какие-то дворы такие миры семерочка изучение какое-то вложение вообще тоже переход такой есть интересный ну очень очень мне нравится и вот чем беру вот давно такое знаете ощущение приятное просто обалденное ощущение от от инструмента просто от инструмента реально вот давно такого не было приятности такие очень хорошие качество ну реально я бы даже говорила очень хорошее так рыцарь монет паш ну тут тут я не знаю на монетном дворе тут какие-то надо почитать кто кого здесь изобразили что это за такие существа и что мечи пошли так тройка мечей очень о о мне нравится обалдеть очень мне нравится вот что тройка мечей по сути мечи это мысли и мысли много ну или это решение как или три человека надо или больше или надо расширить но нравится мне не в сердце не убийственная позиция а именно помыслить так сказать хорошо это немножечко как бы уже расширяет пространство так семерочка у нас тут некие преграждения выходят тоже с портальчиком тут такое то ли ограждение то ли то ли не влезай убьет тоже интересное изображение ну как бы надо будет посмотреть что это как оно будет проигрываться в десятке мечей нету кровища нету бомби но есть много золота и много мечей может много положено ладно потом посмотрим как оно будет опять рыцарь кавалер пажик который тут мастерит свое царство королева мечей и король мечей да понравилось мне очень даже очень даже 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 очень так сюда обратно вот такую прелесть такая сегодня у меня приятная находка наверное находка или приятный день вот как-то так все спасибо вам пишите пожалуйста и до новых встреч пока пока